Россия всю свою историю была страной мигрантов. Исторический путь России таков, что Россия это страна мигрантов. Чем она, кстати, похожа в определенной степени на Америку. Но только в Америке основное население, оно пришлое, оно приехало на чужие земли и, устроив геноцид коренного населения, захватило их землю, установило свои порядки. И это как бы страна, заселенная захватчиками. Россия это другая история совершенно. Это на своих исторических землях русские расширялись. Ну, континент другой, здесь было куда расширяться. Сибирь большая, на юг и так далее. Естественно, при этом происходило покорение других народов, схватки. Но после того, как эти народы вливались в состав Российской империи, они становились полноправными гражданами. Россия никогда не устраивала геноцид какого-то населения или его истребление. Да, были какие-то, конечно, нарушения прав, особенно при завоеваниях. Ну, безусловно, кто же будет отрицать ей жестокие, к нам-то, Ермака там и прочее. Ну, это было, все это история. Да, это было, правда. Но после того, после завоевания и после включения каких-то земель в состав России, они были полноправными. И у нас святить, и Шамиль был при дворе, и была эта и дикая дивизия, и были, значит, сколько у нас, и буддийские монахи были, и всех народов. Из всех народов. Я уж не говорю, что там в каждом русском поскреби, татарин найдется. Есть и пословицы там какие-то, ну, межнациональные, там, и не всегда благоприятные, но и Чуваш Ленин возглавлял страну, по-разному к нему относятся. И, значит, все нации, не только русские, и украинцы, и евреи, все присутствовали и в руководстве страны, и добивались и политических успехов, и экономических, и так далее. И в этом специфика России, в этом ее, как бы, историческая особенность. Это и проблема одновременная. Миграция в Россию была всегда. Ну, давайте вспомним, у нас ведь основная миграция сейчас – это Средняя Азия. Что такое Средняя Азия? Да это вообще-то бывшие территории России, Российской империи. Это части Советского Союза, ранней Российской империи, которые отделились, решили жить свободно. Кстати, не сами по себе, а после того, как Верховный Совет во главе с Ельциным объявил о суверенитете России, Российской Федерации, имеясь в виду, вот в этой части Российской империи, о суверенитете, то есть, как бы, откинув всех остальных, после чего отделились Украина и другие государства. Ну, миграция внутри Российской империи существовала всегда. После отделения России от своих частей, она увеличилась, потому что, в первую очередь, русские, значит, начали, этнические русские, возвращаться на территорию, значит, основной России. Во-вторых, экономическая миграция очень сильная пошла. Существует определенная и идеологическая, возможно, миграция. Не все себя комфортно чувствуют, даже в бывших советских республиках. И некоторым людям ближе те порядки, те правилки существуют на территории Российской Федерации. У нас сейчас очень большая миграция с территории Украины. Она была всегда, у нас несколько миллионов человек украинцев живут постоянно. Граждан Украины имеется в виду, не этнические, а граждан Украины. И не только с территории воюющих, не только с территории ДНР, ЛНР, но с территории всей Украины, в том числе Западной Украины. И сейчас. Многие бегут от призыва в армию на территорию России. Ну, здесь отношения разные. Давайте так. Украинцы от русских ничем не отличаются вообще. На территории России ни один украинец не считается иностранцем. Вы это прекрасно знаете. Кстати, так же, как и на территории Украины, русские, даже сейчас. Ну, если убрать идеологические вот эти разногласия. Ну, на территории России я от украинцев, которые сюда едут, никогда не слышал чего-то такого, ну, недопустимого идеологически. И они очень легко, так же, как все, как русские, как любые другие граждане, вливаются в коллективы. И я думаю, что это полезная миграция для нас, для нашей страны. Так же. Так же. Продолжение следует...